Александр Высоцкий, он просто мне сказал, понимаешь, когда я на первых сессиях делаю обучение по тайм-менеджменту, это просто облегчает мне потом жизнь. Я с технологией была уже знакома несколько лет. И у меня в моей компании была организующая схема, и мы как бы работали по технологии. То есть у нас висела организующая схема, но самая главная проблема всегда была в том, что люди говорили, она у нас не работает. Это не работает. Меня зовут Людмила Богушдант, и я являюсь владельцем тренинговой компании. Эта тренинговая компания уникальна, потому что у нее есть особая специализация, которую не очень любят на рынке. Потому что моя компания предоставляет обучение по управлению временем. Почему это не любят? Потому что кто-то считает, что временем управлять нельзя, а кто-то считает, что тайм-менеджмент это самая страшная вещь на свете, которая только существует. При этом тайм-менеджмент это одна из самых замечательных вещей для бизнесмена, вообще для человека, потому что это помогает ему управлять его жизнью. Александр Высоцкий, он просто мне сказал, понимаешь, когда я на первых сессиях делаю обучение по тайм-менеджменту, это просто облегчает мне потом жизнь. Потому что люди, если они не понимают, что такое цели, если они не понимают, что такое планирование, вот просто в нормальной реальной живой жизни и не видят, что это работает, они же потом не могут планировать свой бизнес, особенно если они этим не занимались никогда. Но мы же все понимаем, что нам нужны какие-то инструменты для того, чтобы управлять. И, ну, всегда нужны инструменты, чтобы управлять. И очень важно найти хороший инструмент. Но плохих инструментов по тайм-менеджменту так много, что люди уже давным-давно разочаровались. И когда они находят инструмент, который, а, работает, б, он очень простой, и в это еще и получаешь удовольствие от того, что ты им пользуешься. Потому что, действительно, никто не ожидает, что от тайм-менеджмента можно получать удовольствие. Люди просто счастливы. И это то, что делает меня счастливой тоже. Это то, чем я горжусь. Поэтому, когда я вижу людей с бугушбуком, у меня, так, знаешь, на душе теплеет, хорошо. Ну, знаешь, когда есть собственное детище, и кто-то гордится твоим продуктом, это обалдеть. Когда-то давным-давно, когда я сама начинала делать бизнес, я, ну, я поняла, что что-то нужно. Вот как-то вот чего-то не хватает для ежедневного пользования. Я купила планировщики, я им пользовалась, меня даже давно там иногда смеялись, потому что это еще было в дальние-дальние времена, когда бизнес только-только появлялся в нашей стране. И когда я сама попала на тренинг по управлению временем, я поймала, я поняла, что вот это то, чем я хочу заниматься. Я изучила много всяких разных систем, какие только бывают. То есть, когда мне спрашивают, кто у меня конкурент, я могу назвать моих конкурентов, но эти конкуренты, они все там, в западной буржуазии. И я создала свой собственный инструмент, в который я собрала самое лучшее, исходя из того, что я знаю про людей, потому что я профессионал по личностному развитию, у меня специальное обучение, образование. И исходя из того, что я вижу, чем люди готовы пользоваться, на что они пойдут, на что они не пойдут, потому что люди очень хотят, чтобы все было просто и работало. И Богушбук, как планировщик, создавался в течение многих лет. И он когда-то назывался просто планировщик. Он стал Богушбуком, когда я, работая в банке, договаривалась с одним сотрудником банка о встрече, и он мне сказал, да, хорошо, сейчас только Богушбук возьму и приду. Я спросила, что это такое? Он говорит, ну мы твою книжку Богушбуком называем. И именно Александр Высоцкий, когда я работала над созданием, организующей схемы моей компании, и мы думали как раз о маркетинге, о брендинге в том числе, он сказал, послушай, ну если люди это называют Богушбуком, то зачем тебе придумать какое-то особое название? Вот так он стал Богушбуком, вот так вот они живут все вместе. Я с технологией была уже знакома несколько лет. И у меня в моей компании была организующая схема, и мы как бы работали по технологии. Почему я говорю как бы? Потому что это все было внедрено, это было разработано, и я сейчас понимаю, что оно не было внедрено, потому что, а, я не понимала, что это такое, сотрудники не сильно понимали, что это такое, то есть у нас висела организующая схема, но самая главная проблема всегда была в том, что люди говорили, она у нас не работает, это не работает. И что бы мы не пытались сводить с точки зрения того, что написано в модели административного ноу-хау, да, у Хаббардов везде, вот, а это не будет работать? Или они приходили, а смотрите, почему это у нас не работает? То есть было очень много причин, почему это не работает. И фактически я могу сказать, что это не было внедрено, это как бы было у нас, и оно у нас было, вот как у многих людей, многие вещи бывают, для того, чтобы, чтобы было. Ну, все. Когда я пришла, то первое, что произошло, произошло, начал появляться порядок у меня в голове. Когда я стала понимать, а что это такое, кто такая арт-схема, кто такие коммуникации, кто такие все эти, да, то есть я их специально называю кто, потому что они же как-то работают, и они работают, они сильно влияют. То есть я разобралась и с ними познакомилась, что происходит, зачем и как я могу это использовать. Когда мы начали это внедрять, стало появилось больше реальности с сотрудниками. У меня, и что интересно, что сразу стало понятно, кто есть кто в компании тоже, потому что до этого все родные, все хорошие, все классные, потому что всем удобно и хорошо, они почему-то к тебе пришли. Но когда я начала что-то вводить, что было неудобно, а в первую очередь людям неудобной статистики, потому что они, если кто-то не работает, он очень хочет сделать так, чтобы ты так и не узнала, потому что он не работает. Когда я начала вводить статистики, когда я начала вводить правила, то здесь сразу появилось два лагеря. Есть лагерь друзей, есть лагерь недругов, которые раньше очень хорошо скрывались. И это сразу стало видно, это было очень интересно, и это было очень важно и полезно. И я могу сказать, что, наверное, я отношусь к категории счастливых владельцев, потому что недругов было совсем чуть-чуть, а большинство все-таки относилось к категории друзей. И то, что мне помогло еще, это то, что я пришла вместе со своим исполнительным директором. Это было сделано такое маленькое исключение на тот момент, потому что я поставила условия, я сказала, я не пойду сама, потому что я не хочу сидеть, для многих владельцев это же проблема, сидеть и думать, боже мой, это же я потом что-то должен писать, разрабатывать, складывать, думать. А я еще тренинги предоставляла, я работала так, я на многих постах в компании стояла. Я сказала, не-не-не, я одна не пойду, если только то со своим исполнительным директором. Фактически получилось так, что много технической работы было передано исполнительному директору, поэтому я слегка так отленилась здесь. И вот это свело все вместе воедино, потому что, когда сотрудники вот ту мою разработанную оргсхему учили наизусть, оргсхему нашей компании, то есть вот что здесь особенно, они же не учат ничью-то, я-то создаю свою, а мои сотрудники потом это учат, они придумывают чью-либо еще. И я тоже это знаю, я у себя на корпоративных тренингах, я все время требую от компаний, дайте мне ваши цели, чтобы сотрудники поставили ваши цели в свой богужбук, чтобы они достигали ваших целей, потому что если вы им не дадите ваши цели, они придумают какие-то свои, а потом не расстраивайтесь, что они от вас ушли. И поэтому здесь все сложилось вместе, и именно благодаря тому я могу себе позволить жить в Сан-Франциско и приезжать в компанию время от времени, и компания работает. И она работает, несмотря на то, что ей пришлось пройти очень тяжелое время, потому что в Сан-Франциско я тоже уехала вдруг, я не планировала, так вот просто я уехала. И они были брошены, как котята, и они все равно выплыли, и я точно знаю, что это произошло, потому что если собственник хочет, чтобы бизнес работал, ему нужна модель работы бизнеса, модель создания продукта, и ты никогда ее не опишешь, до тех пор не поймешь, что такое продукт, как его описать и как его передать. И у тебя должно быть описано то, как люди работают внутри каждой, потому что люди-то меняются, это нормально, и люди никогда не будут от вас уходить, если вы не заставляете их работать. Но когда вы заставляете их работать, часть людей будут от вас уходить, потому что они рассчитывали на то, что они придут и просто будут хорошо, если у вас хорошая компания, если у вас хороший имидж, они же сразу говорят, о, вот оно место под солнцем, где я пригреюсь, и будет хорошо. И поэтому люди, ротации-то происходят, и они уходят, и уходят вместе с какими-то знаниями, которые они здесь создали, они их забрали, они им там не нужны, но они их унесли, и не оставили вам. И когда налажена и система коммуникации, и система так называемого ошляпливания, то есть как человека поставить на пост, и как заставить его выполнять его функции, заставить в хорошем смысле, ничего плохого, я в это не вкладываю, но если вы хотите, чтобы человек выполнял свои функции, вы должны чуть-чуть все-таки надавить, но хотя бы потому, что он не знает, как их выполнять правильно в этой компании, вам все равно придется его чуть-чуть заставить, какой бы хорошего ни был, заставить его делать это правильно. То есть, когда все эти вещи работают, можно отойти в сторону и позволить им работать.